Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал в гостях Уанушки. Сегодня готовлю очень вкусный летний ягодный торт. Готовить буду без миксера, без весов. Готовится всё очень быстро и просто. Вот список продуктов, который нам нужен. Вместо сливок вы можете использовать сметану. Сметану нужно будет подготовить. Как это сделать, я напишу вам в описании под видео. Готовится всё очень быстро, поэтому включаю духовку на 180 градусов и начинаю делать тесто. Такое тесто мы с вами совсем недавно делали, когда готовили пирог с заварным кремом. В яйца добавляю хорошую щепотку соли и 150 грамм сахара. Это вот такой неполный стакан. Стакан у меня на 200 грамм. Взбиваю всё венчиком примерно 4-5 минут. Масса должна немножко посветлеть. Конечно же, если есть миксер, можно им воспользоваться. Хуже от этого не будет. Яйца с сахаром хорошо взбила. Теперь добавляю 150 миллилитров растительного масла без запаха. Хорошо всё перемешаю и добавляю столовую ложку сметаны. Сметана 20% жирности. Теперь беру полный стакан муки. Сверху добавляю разрыхлитель и всё просеиваю. Разрыхлитель обычно я добавляю 15 грамм, но сегодня у меня может уйти немножко меньше муки, так как яйца не очень крупные. Поэтому я добавляю 12 грамм разрыхлителя. Беру одну целую пачку на 10 грамм и примерно 1 третью часть от другой пачки. Хорошо всё перемешиваю и смотрю на густоту теста. У меня получилось вот такое жидкое тесто. Это ещё очень жидкое, поэтому добавляю ещё 2 столовые ложки муки. Вот такой вот густоты должно получиться тесто. Смотрите, след теста не растекается примерно 3-4 секунды. Полученное тесто сразу переливаю в подготовленную форму. Форму я застелила фольгой. Размер формы у меня 35 на 45. Это стандартная форма. Думаю, у каждого дома есть такая форма, у кого есть духовка. Разравниваю тесто при помощи лопатки или ложки. Нужно постараться сделать везде одинаковую толщину, чтобы бисквит получился одной толщины. Хорошо вот так вот ударю форму об стол несколько раз и отправляю в духовку. Выпекаю бисквит в середине духовки 12, максимум 15 минут. Как только сверху бисквит хорошо подрумянился, можно проверять на готовность. Вот так вот сверху пальчиком проверяем. Если тесто не липкое, значит бисквит готов. Примерно через 5 минут бисквит немного остывает. Я режу его на 4 части. Делаю 4 одинаковых коржа. Теперь аккуратненько надрываю фольгу и вместе с ней убираю корж. Коржи получаются очень-очень нежными, поэтому аккуратно их убирайте, чтобы не сломать. Убираю коржи на решетку, даю им полностью остыть. Друг на друга не слаживая, потому что они могут склеиться. Пока остывают коржи, приготовлю крем. У меня здесь 200 грамм сливочного сыра, можно взять творожный сыр. Этот сливочный сыр я сделала сама заранее из замороженного кефира. 200 грамм вот такого вкусного сыра получается из пачки на 900 миллилитров кефира. Подробное приготовление такого сыра есть на моем канале. Ссылку я оставлю в описании. Также вот вверху подсказка. Если хотите сэкономить, пожалуйста, пользуйтесь рецептом. Мне этот сыр обошелся всего лишь 54 рубля. Теперь в сливочный сыр я добавляю сахарную пудру. Добавляю примерно 80 грамм. Это 3 вот такие полные с горкой ложки, но вы добавляйте по вкусу. Также стоит учитывать ягоды, которые вы будете использовать. У меня это черника. Черника ягода сладкая, а если использовать кислые ягоды, то сахара можно взять и больше. Перемешала сахарную пудру с творожным сыром. Теперь немножко взбиваю венчиком, буквально пару минут. Вот такой вот густой остается творожный сыр. Его уже можно использовать в качестве крема, но этого объема нам мало. Нам как минимум нужно 500 грамм такого сыра. Теперь сюда я добавляю 300 миллилитров сливок. Сливки у меня 35% жирности. Можно использовать и 33% жирности. Главное, чтобы сливки были холодные, только из холодильника. Хорошо все перемешиваю, взбиваю буквально пару минут и крем готов. Сливки 33% жирности немного жидкие, но они тоже очень быстро и легко взбиваются венчиком. Также в крем я решила добавить горький шоколад. Беру 4 плитки и растапливаю в микроволновке. Шоколад в микроволновке нужно растапливать очень аккуратно, короткими импульсами. Примерно каждые 15 секунд нужно доставать шоколад и перемешивать, смотреть, чтобы он не горел. Теперь шоколад должен полностью остыть и после этого я добавлю его в крем. Все время перемешиваю шоколад, чтобы он быстрее остыл. Вот такой вот пышный и очень вкусный получается крем. Теперь можно собирать торт. Тарелку немного смажу кремом и выкладываю первый корж. Сверху добавляю крем, примерно 3 столовые ложки и разравниваю. Сверху на крем посыпаю ягоды. Ягод не жалейте, чем больше будет ягод, тем сочнее и вкуснее будет торт. Сверху на ягоды ложу еще один корж и немного прижимаю. Итак, слой за слоем. Для того, чтобы торт был ровненьким, лучше подрезать края. Расходуйте так крем, чтобы вам хватило обмазать все края торта. Мой торт почти готов, теперь его осталось только украсить. Для украшения я сделаю шоколадную стружку. Если вы крем оставите светлым, тогда торт можно будет украсить просто кокосовой стружкой. Думаю, тортик получится очень нежный. Торт я оставляю на 30 минут при комнатной температуре. После этого убираю в холодильник еще на 30 минут и его можно подавать к столу. Это очень вкусный тортик. Готовится, посмотрите, как все просто. Если у вас нет весов, нет миксера, а есть очень большое вдохновение на приготовление тортика. Пробуйте, готовьте по моему рецепту. Надеюсь, вам все понравится. Этот рецепт не может не получиться. Здесь все очень просто, доступно. Надеюсь, каждый из вас справится с этим рецептом и будет доволен. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам успехов на кухне, хорошего настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok